Всем привет! Я очень рада вас всех видеть на моем канале. Помните, мы с вами разговаривали о том, что будем меняться, меняться к лучшему, работать над собой. И сегодня первый мой результат, мой первый видеодневник о том, что изменилось, что я делала, что мне понравилось, что не понравилось. В основном все понравилось. Я надеюсь, что вам будет сегодня полезно и надеюсь, что я вас вдохновлю. Может быть, не по всем фронтам вы будете вместе со мной, но хотя бы по каким-то это точно. Я вам говорила о том, что я буду работать над своим телом, над своим питанием, над кожей лица, над волосами, над ногтями, практически над тем, что есть, вообще в принципе, над чем можно работать. Итак, какие у меня результаты? Первое, про что я хотела бы рассказать, это про то, что я открыла для себя прономат. Его рекламирует огромное количество звезд, и мне было действительно очень интересно узнать, что же это такое. Но вообще, это по сути, это аппликатор Кузнецова. Стародавняя история, которую знают наши дедушки и бабушки. Они продавались в аптеках, и сейчас много где можно приобрести подобный прономат. Но у меня оригинальный. Во-первых, у меня вот такой красивый цвет. Он очень яркий и эффектный, просто эстетически приятный. Во-вторых, он действительно отличается от аналогов. Например, у меня у друзей аналогичный прономат, но только за полторы тысячи рублей. И он царапает кожу. С этим все в порядке, он ничего не царапает, все отлично. Я на самом деле в шоке от того, как здорово с ним чувствует моя спина, и как здорово я после него сплю. Каждый день, примерно 10-15 минут, я на нем лежу, на полу, на диване у меня не получается. И мне очень нравится тот эффект от подушки на волосы. То есть я себе массирую еще волосы, и я увидела, что волосы у меня в последнее время растут быстрее. Я думаю, что это не только прономат, но и те вещи, которые я вам покажу чуть позже. Серьезно, все чаще и чаще, мне кажется, что как мне стукнуло 30, я стала похожа на какую-то бабулечку, которая обращает внимание на такие вещи, как прономат, парит ноги, гуляет больше. Но все это действительно работает. Им можно делать различного рода массажи. Я лично люблю просто лежать, так, чтобы поясница была вровень с полом, чуть-чуть подкручиваю таз. И так происходит массаж и спины, и поясницы, и вот шейно-воротниковой зоны. Господи, боже мой, я бабулечка, мне пора на пенсию. И очень классный массаж вот нижней части головы. Короче, для меня это действительно открытие, и сон с ним реально потрясающий, точнее после него. Что касается волос, я пользуюсь последнее время шампунем от Виши. Шампунь из серии Деркос, внутри протеин, шампунь и маска у меня. Вот они вместе у меня, совершеннейшее крутое срез. Во-первых, оно пахнет реально очень вкусно, каким-то мохито, что ли. Во-вторых, я реально заметила, что мои волосы стали гуще, они стали как бы жизненные. Вот знаете, бывают волосы безжизненные, а эти жизненные. Реально запечатываются секущиеся кончики, здесь нет парабенов, СЛС и так далее. Нереально крутой шампунь, но маску маленький вам секрет. Когда вы в душе моете голову, вы помыли шампунью, там кондиционеры есть у вас или нет, потом чуть-чуть протрите волосы полотенцем, чтобы они были влажные. И тогда уже наносите маску. Тогда маска будет работать в 5 раз эффективней, потому что у нее не будет вот этого водного барьера, и она будет уже непосредственно впитываться в волос, в само тело волоса. Это вам секрет не только с этой маской Виши, как работать, но абсолютно с другими. Попробуйте в следующий раз, когда будете в душе, вспомните меня и мысленно поставьте мне лайк. Но, конечно, не шампунем единым. Я стабильно 2 раза в неделю делаю соляные пилинги. Если честно, пользу соляных пилингов переоценить невозможно. Все омертвевшие частички вы убираете при помощи этого соляного пилинга. Он реально доступный, это просто соль и чуть-чуть шампуня, либо даже геля для душа достаточно. Волосы после него объемные, красивые, такие прям свежие. Если вы никогда его не делали, реально попробуйте, вы оцените результат. Но если мы с вами говорим про результаты, да, это же дневник изменений. Что я заметила со своими волосами? Я не заметила, что прям они выросли или еще что-то, тем более я их немножко подстригла, у меня теперь ровный срез. Я заметила, что вот здесь вот на проборе вот прям волосинки стали длиннее. То есть это новые волосы, которые растут, и я им очень рада. Растут волосы хорошо. Я думаю, что это и прономат помогает, и хорошее средство для волос, и, конечно, соляной шампунь. Буду продолжать в том же духе. Теперь про лицо поговорим. Я говорила, что моя цель это сохранить красоту и свежесть лица. И тут я попробовала вот это чудо, просто богов. Я не знаю, почему раньше никогда я не обращала внимания на Форио Луна Мини. У меня Pearl Pink цвет. Это щеточка, которая пульсирует, и как надо ей пользоваться? Вы наносите любой там гель для умывания, пенку, что хотите, нажимаете, слышите звук. Тут можно менять интенсивность. Собственно, вы умываетесь этой щеточкой. Я делаю массаж по массажным линиям. Это восхитительная штука, которая превращает в самый обычный гель для умывания, вот прям базовый. Просто невероятно крутую историю, которая очистит все, что угодно на вашем лице. По сути, это работа этой щеточки. Вот этой нежной частью, это, в принципе, для всего лица. Вот этот носик, это у меня для крыльев носа, а вот этой частью можно массировать более, ну, как бы, жирные части лица. В моем случае это Т-зона. Ну, по большей части лоб. Офигенски очищает лицо после него любого... Блин, я повторяюсь. Короче, после этой щетки ощущение от кожи младенца. Очищает все до скрипа. Лицо в идеальном состоянии. И у меня, я, в принципе, склонна к отекам. У меня иногда бывает, если я чуть больше соли съем, чаю поздно попью. У меня вот эти вот части, вот такие вот прям штучки под глазами, немножко набухают и как бы чуть-чуть опускаются. Вот прям они такие вот яблочки непонятные. И мне очень нравится массировать именно вот эти части этой щеточкой. И они прям разглаживаются. Блин, мне очень нравится эта щетка. Я вижу, как лицо на нее реагирует. И в отличие от кларисоника или дорфан, которые у меня были, она не травмирует лицо. То есть, если кларисоник при помощи вот этих ворсинок, иногда у меня было какое-то высыпание после него, потому что у меня, оказывается, кожа на это реагирует. То после форио, поскольку она такая вот, ну, как, что это, резиновая, что ли. И плюс она пульсирует, не вибрирует, никаких неприятных ощущений, только нереально чистое лицо. Помните, я вам рассказывала про мою историю про комедоны? Как у меня было ужасное все лицо в комедонах, как я их вылечила только при помощи умывания утром и вечером. Так что обратите внимание, если у вас есть какие-то проблемы. И еще одно средство. Это вот этот гель от Clinique. Он, кстати, расходуется так экономно, я им достаточно давно пользуюсь. Это увлажняющий гель, джелый, мне больше нравится говорить джелый. Я его наношу как просто средство вне зависимости от моего ухода, просто для лица, когда мне надо, чтобы лицо попило водички. Знаете, бывает у вас такое ощущение? Я им пользуюсь не каждый день, а именно, когда появляются вот такие вот ощущения. И, кстати, вот как я начала вести этот дневник, как я начала действительно записывать у себя в голове, что я сделал и что я делаю для своего тела, лица в данном случае, я поняла, что для меня осень проходит очень спокойно. Обычно у меня в ноябре лицо безжизненное, какое-то некрасивое, какое-то уже вот увядшее, что ли, как листва. Луна мне помогает чувствовать себя хорошо, джелый от Clinique просто сияет лицо, потому что оно увлажненное. Конечно, и другие средства у меня отличные, но тем не менее. Так что я делаю вывод, может быть, не во времени года это и проблема, а проблема в том, что я ничего своим лицом не делала и не обращала на него внимания. Ну что, будем далее умнее. С Оксием у меня, к сожалению, никакого пока результата нету, они у меня не растут, у меня их нет. Там другая история, достаточно не буду сейчас про нее рассказывать. В общем, они у меня несколько травмированы были, поэтому сейчас мы их восстанавливаем, дай бог, на следующем видео мне будет что вам рассказать. Теперь переходим к самому интересному, переходим к телу, переходим к спорту, переходим к питанию. По поводу спорта я занимаюсь три раза в неделю, теперь у меня три тренировки на тренажерах. У меня две круговые тренировки и одна интервальная тренировка. Если вы не знаете, что это такое, погуглите сейчас у нас видео не про тренировки, поэтому я сильно много останавливаться на этом не буду. Если вам интересно, какие упражнения делаю, обязательно напишите мне под видео, тогда мы с вами сделаем отдельный ролик, где я расскажу, что конкретно я делаю. Но я вам хочу рассказать не про спорт, я вам хочу рассказать про обвертывание, которое мне понравилось. Это вот это обвертывание горячее от Mixit, Booty Upgrade Thermo Wrap. Не знаю, если вы помните, но я часто говорю о том, что у меня такая кожа, которая не берет ни перец, ни горчица, ни вот это вот дешевое обертывание от Florissant, по-моему. Для меня это мертвым припарки, у меня тело не берет ни голова, ни попа, ничего. Я не чувствую, что оно жарит, я не чувствую, что оно жжет. Тут совсем другая история. Это нереально обжигающее обвертывание, которое очень круто работает. То есть я прям вижу, как тело становится мягким, нежным, как такие вот недостатки. Не могу сказать, что целлюлит прям убежал, хотя у меня не так его много, такие только вот зачаточное состояние. Но прям кожа разглаживается. Именно вот это обвертывание я вам очень советую под пленку. Сели, смотрите вечером телевизор. Если вы еще ножки парите в этот момент, так вообще самый кайф, просто офигенный. Тогда у вас будет спад процедура. Оно начинает действовать буквально вот на третью минуту. И где-то 20-25 минут. Попытайтесь выдержать. Ощущение непередаваемое. Но оно того стоит. Потом после этого я его смываю. Использую из этой же серии крем. Для поддержания этого эффекта. Крем можно использовать ежедневно. Они пишут, что обвертывание надо делать 2-4 раза в неделю. Мне кажется, это многовато. Я делаю 2. Мне 2 более чем достаточно. Но у меня, к сожалению, не так много времени, чтобы прям 4 раза в неделю сидеть по 20 минут. Даже 2 раза в неделю я уже вижу эффект. И по поводу эффекта. Смотрите, спорт, обвертывание, питание. По поводу питания я сегодня не буду вам рассказывать, потому что я перешла на новую систему питания. Интервальное голодание. Если вам интересно, почитайте. У меня 16-8. 16 часов голодания и 8 часов еды. И я замечаю, что оно действует. Но пока не пойму полностью результата. Пока не пойму, действительно ли все так безоблачно и замечательно. Не буду вам советовать. Если интересно, почитайте. Но какие у меня на данный момент результаты. Итак, когда я начинала, у меня было 58,5 килограмм веса. Сейчас у меня 56-56,5 килограмм. Это хороший результат. Талия. Прости, господи. У меня была талия 72 сантиметра. Это для меня очень-очень много. На данный момент талия у меня 67. Это тоже много. Мне надо меньше. Размер бедер у меня был 94, сейчас 92. Но 94 это нормально, если там мышцы. Сейчас мы перерабатываем жир в мышцы. Мы к этому идем. Я еще замеряю размер вот животика. Именно вот под пупком. Это у меня самое выпуклое место. У меня было 83, на данный момент 80. Это тоже для меня многовато. Но я стремлюсь к тому, чтобы было меньше. Я не останавливаюсь на достигнутом. Чего и вам желаю. Если вам нужна поддержка, какое-то мотивационное слово, вы обязательно мне напишите в комментариях, в инстаграме, где хотите. Там я обязательно вам отвечу. Вместе будем над этим работать. Кстати, по поводу инстаграма. У меня есть пост очень хороший. Там я описываю такой нормальный план, как работать над собой. Уже многие сохранили его себе. Поэтому заходите, подписывайтесь, сохраняйте. Я много чего полезного там обычно вывешиваю. Так что не пропускайте посты и в инстаграме тоже. Кстати, на инстаграм, если вы не подписаны, действительно подпишитесь, потому что у нас будет конкурс. Для того, чтобы выиграть не какую-то косметику или еще что-то, а вещь для ума. Это книга. Помните, да, что я говорила, что я буду стараться читать больше? И вы знаете, я слова на ветер не бросаю. Мною уже осилен Пелевин. Я прочитала вот эту книжку «Тайные виды на гору Фудзи». Это реально модная сейчас книга. Во всех магазинах она продается. Стоящая она или нет, я вам сказать не могу, потому что я поняла, что Пелевин это несколько не моя литература. Он для меня рисковат. Здесь мало таких развивающих диалогов. А сейчас мне нужна развивающая литература. Пускай художественная, но такая, чтобы я самообразовывалась. Но тем не менее, достаточно захватывающая, интересная. Это какой-то определенно иной взгляд на все происходящее. Антифеминистический такой роман. Но подробный отзыв об этой книжке посмотрите у меня в инстаграме. И сейчас я читаю книжку Паула Каэлья «Хиппи». Тоже совершенно новая книга, очень популярная. Именно ее в инстаграме я ее разыгрываю вместе со значками, с открытками. И конкурс по всему СНГ. Поэтому, если вы хотите тоже со мной почитать Каэлья «Хиппи», то обязательно участвуйте в этом конкурсе. Он совершенно простой. Но на данный момент мной прочитано не так много. Я могу сказать, что мне эта книга заходит очень хорошо. Она интересная. Она с хорошим, приятным языком. И классно прописаны герои. И легко читается. Для меня это сейчас очень важно, потому что мне надо хотеть читать, чтобы себя заставлять, как Мюнхгаузен, за волосы себя вытягивать из этого болота, когда ты не читаешь книжки. Ладно, вот такой у меня получился видеодневник. Первый об изменениях с того момента, как мы с вами начали. Будет очень здорово, если в комментариях под этим видео вы поделитесь со мной своими успехами, если вы также себя меняете вместе со мной. Ссылки на абсолютно все продукты и вещи, про которые я вам сегодня рассказывала под видео, в описании. Я буду ждать ваши пальцы вверх, чтобы продолжать эту интересную тематику. И обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока!